Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Творческий вечер композитора Геннадия Гладкова в рамках празднования Дня кино. Обеспечить безопасность детей во время учебного процесса – такое поручение дал глава города на августовском совещании работников образования. Также он призвал вспомнить о практике шефства над школами. Какие еще нововведения ожидают нас в этом учебном году в нашем материале. Юные артисты шутят на тему школьных задачек, а также по поводу того, что, таская портфель с книгами, можно стать сильным почти как Геракл. Впрочем, в анапских школах уже широко используют систему электронных учебников, которые можно читать с компьютерного устройства. Из новаций этого года в обычные первые классы пойдут 15 ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые будут заниматься по специально разработанным программам. В девятой школе, которая является пилотной, то есть здесь проходят обкатку новые образовательные технологии, с девятого класса внедрят новые федеральные образовательные стандарты. Говоря простым языком, у ребят появится возможность выбирать специализацию. Появятся юные физики, химики, математики или спортсмены. Всего в девятке будут действовать 10 дополнительных кружков с углубленным изучением предметов. Они основаны на том, что мы учим детей учиться самостоятельно. Если раньше проводником знаний был только учитель, то сейчас учитель ведет детей той дорогой, что они могут научиться сами. В этом году в первые классы школ Анапа пойдут порядка 2800 первоклассников. А к доске впервые встанут 7 молодых педагогов. Анастасия Крященко закончила Кубанский госуниверситет и будет преподавать биологию в школе номер 9. Свою профессию она считает призванием. Отлично. Я попала в свою среду, мне это очень нравится. Меня хорошо встретил коллектив. Я себя в другой профессии никогда не видела. А биология, ну это, наверное, спасибо моему учителю биологии за то, что привела мне любовь к этому предмету. Глава города Сергей Сергеев заявил, что система образования в муниципалитете полностью готова к началу учебного года. Вместе с тем он поручил уделять больше внимания вопросам безопасности в учебных заведениях. Кроме того, мэр призвал возродить традицию шефства предприятий над школами. На Руси исторически все боговгодные дела, в том числе и содержание образовательных учреждений, в различное время ложилось на успешных предпринимателей. На каждой территории есть успешно работающий бизнес, которому и местная власть, в том числе, оказывает стратегические услуги. В этом году на образование в городской казне предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Это половина бюджета города-курорта. Также глава Анапа озвучил ряд весьма значимых для отрасли инициатив. К примеру, ввести компенсационные выплаты на аренду жилья молодым педагогам. Подробнее в наших следующих выпусках. Досконально проверить каждую фирму-застройщика. Такую задачу перед городскими службами поставила глава курорта. Выполнение технических условий, оплата налогов в краевой и местные бюджеты, проект планировки социальными объектами и соблюдение правил благоустройства. Вот условия для дальнейшей работы на территорию курорта. Иначе отзыв разрешения. 70 разрешений на строительство выдано в Анапе с начала текущего года. Для всех застройщиков есть непреложное правило. В курортной зоне лета не время для активной стройки. И это не прихоть, а необходимость. В разгар сезона люди не должны задыхаться от строительной пыли и слушать шум спецтехники. Есть мое постановление. Мне начинают рассказывать какие-то небылицы. Непонятно. Вы посмотрите, что творится по Пионерскому проспекту 3. Они скоро на побережье начнут строить. Отдыхающие должны будут вокруг бульдозера бегать или там бетоновоз. Вы зачем сюда пришли работать? Чтобы каждый свои интересы защищать. Не надо, дорогие друзья. Мы пришли работать для того, чтобы интересы анавчан и отдыхающих отставили. Те, кто нарушает правила благоустройства и еще другие законодательные акты. Их меньше намного, чем законопослушных людей, которые требуют навести порядок. Там, где стройка кипит, можно смело вешать объявления под защитой прокуратуры. Надзорный орган опротестовывает постановление об ограничении строительства в сезон, ставя закон о конкуренции выше соображений безопасности. Проверить все объекты, где ведутся строительные и монтажные работы, предстоит управлению муниципального контроля экономистам и ресурсникам. С начала года в Анапе построено 209 тысяч квадратных метров жилья. Показатели ударные. Значит, консолидированный бюджет должен получить положенные по закону налоги. Если фирма-застройщик не зарегистрирована на Кубани, пусть едет работать по месту прописки, заявил Сергей Сергеев. Я сегодня буду отзывать разрешение на строительство по законным основаниям, вплоть до обращения в суд. Именно из-за того, что они не строят объекты социально-культурного назначения, либо не отдают первые этажи под полицию, под здравоохранение, под образование, под общественность, под нашу, и под все остальное. И второй вопрос – это какую рабочую силу они используют. Почему эта рабочая сила не оплачивается? Почему не платится НДФР? В Краснодарском крае бороться с амброзией будут специальные рабочие группы, которые создадут в каждом районе. Такое решение приняли сегодня крывые власти на селекторе в Краснодаре. В семи районах амброзия не уничтожается вообще. Сорняк-аллерген растет больше, чем на 60% площадей региона. Мы все прекрасно понимаем, что ничего сложного в борьбе с амброзией нет. Должен быть системный характер. Этому нужно уделять внимание, заострять на это внимание. Поэтому сегодня наша задача – достучаться до глав, чтобы они прекрасно понимали, что это серьезная проблема и носит масштабный характер, сказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробко. В Анапе ситуация под контролем. Сейчас наступил самый опасный период цветения. Основные способы борьбы с растением – обработка пестицидами и скашивание. Это должны делать все жители. Тем, кто не хочет бороться с сорняком, будут выписаны штрафы. 27 августа – День российского кино. Центральная библиотека встретила праздничной программой «Имя Кубани в российском кино». В этот день творческая встреча с заслуженным деятелем искусств России, советским российским бардом, композитором Григорием Гладковым, стала особым дорогим подарком. Многие произведения Гладкова являются классикой. Все помнят его музыку к мультфильмам «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и многие другие. На песня Григория Васильевича выросло не одно поколение, поэтому читальный зал был заполнен не только детьми, но и пожилыми людьми. Вместе с автором гости вспоминали любимые произведения. «Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, высокие моменты». Сам автор признался, что его любимый фильм «Пластилиновая ворона», а с библиотекой его связывает романтическая история. «У меня была первая несчастная любовь, ну, как у всех в школе бывали. И в минуту кризиса у нас сформировались банды уже всякие, а я не хотел туда. Я нашел несколько людей, я хотел читать мне зал, и под этим, под абажуром плакал от любви еще. Я читал книги в одиночестве, и плакал, слезы текли, я читал, и за седем столом встретил такую же несчастную. И мы подружились». А у памятника «Русские ворота» в это время проходила акция «Литературные имена Кубани», посвященная грядущему юбилею Краснодарского края, которому в этом году исполняется 80 лет. В мероприятии приняли участие сотрудники Центральной библиотеки, воспитанники театральной студии «Облака» и мастерской для начинающих писателей «Литера». На встрече прозвучали фрагменты произведений известных кубанских писателей и поэтов. В завершении праздничных мероприятий в Центральной библиотеке для почитателей культуры Кубани состоялась литературно-музыкальная гостиная «Кубанские казаки» много лет спустя. Гости узнали много нового и интересного о традициях и обычаях кубанского казачества, послушали стихи и песни о любви к родному городу и краю. Только в этом году работники городской администрации Анапского филиала краевого центра занятости выявили около 4000 человек, которые работали на предпринимателей без каких-либо договоров. В муниципалитете действует рабочая группа по снижению неформальной занятости. Ее участники говорят, что в их руках есть достаточно веские аргументы. Девушка, вы куда уходите? Молодой человек, вы куда пошли? А? Куда? Вы сейчас на кухне готовили спокойненько. Работники одного из популярных кафе с солидной вывеской и несколькими филиалами пытаются уйти, что называется, под шумок. Однако до этого всех их зафиксировали на видео, причем в процессе исполнения своих обязанностей в зале, на кухне, за баром. В мусоре находились уже 10 человек работающих. Ваши работники отказались представиться, но все равно мы их убедили, мы их возняли. Как пояснили в центре занятости, все 10 человек работали неофициально. Повод для переговоров с владельцем. По закону он должен заключить договоры в течение трех дней. Представители комиссии имеют право сразу сообщить о факте в инспекцию по труду, однако в качестве своеобразного жеста доброй воли работодателям дают те же три дня на исправление ситуации, шанс начать трудовые отношения, что называется, с чистого листа. В противном случае на первый раз владельцу бизнеса грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, на второй раз сумма удваивается. Получается, если оформить, например, одного работника с минимальной заработной платы, это 10 тысяч, да, 700 рублей, то работатель отчисления делает там в пределах 3,5 тысяч на работника. То есть это в любом случае получается дешевле, чем, например, заплатить потом штрафы такие сумасшедшие. Помимо 34% на зарплату, уже работник отчисляет 13% подоходного налога. Таким образом, на одном неофициальном работнике государство ежемесячно теряет минимум 4,5 тысячи рублей, а для него самого отсутствие договора – это минус к будущей пенсии, невозможность уйти на больничный, а также защититься, если возникнет конфликт с работодателем. По данным Центра занятости, пятая часть трудоспособного населения Анапы, около 20 тысяч, работает, не оформив отношения. Естественно, они работают где-то, да, не может 20 тысяч человек просто сидеть и не работать. Это те, которые трудоспособный возраст. Сегодня в Анапе и сельских населенных пунктах работают полтора десятка рейдовых групп, которые только в этом году помогли официально трудоустроиться 4 тысячам работников. В Витязево загорелся туристический автобус из Ставрополя. По предварительным данным, причиной пожары стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, на момент возгорания автобус уже находился на стоянке, и отдыхающих в нем уже не было, а водители устроились вздремнуть в багажном отделении. Их разбудили сигналы проезжающих мимо машин. Как сообщили в Анапском отряде Федеральной пожарной службы, возгорание произошло около 17 часов. Водителям удалось справиться с огнем с помощью огнетушителей и других подручных средств. В результате пожара обгорели сиденья, обшивка салона и приборная панель. Кузов от огня не пострадал. В Краснодарском крае МЧС продлило экстренное предупреждение по пожароопасности 5 класса до 2 сентября. По данным синоптиков, в ближайшие дни жаркая и сухая погода сохранится в западной половине края, в том числе на Черноморском побережье. Пожароопасно будет до 2 сентября в центральных районах края, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Жители просят не разводить костры в лесах и на пустырях, не выбрасывать в сухую траву непотушенные окурки. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.